Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Президент компании Identification Клаудио Энрике опубликовал следующее сообщение. Уважаемые мастера, партнеры и друзья, большое вам спасибо за поддержку. Я с уважением отнесся к ответу лидера Кристофора и подтверждаю, что я предпринял юридические меры против компании EagleBitrade в лице человека, деятельность которого вызвала все проблемы. Я так понимаю, что речь идет о президенте EagleBitrade, Джуниоре Аморал. Я хочу кое-что прояснить. Я никогда не был связан с сетевым маркетингом. Я так понимаю, что речь идет о деятельности Клаудио Энрике до создания компании Identification. Те компании, которые он создавал, это были обычные, традиционные, не сетевые компании. Я бы никогда не стал частью мошеннического проекта или финансовой пирамиды. Но я понимаю, что многие пострадали в проектах, которые закрылись, поэтому людям трудно поверить в правду. Действительно ли я подал исковое заявление в суд? Как видно из приложенного файла, этот процесс уже начат. Пока есть некоторые моменты, которые мы не можем сделать как профессионалы, но будьте уверены, что мы предпринимаем все необходимые шаги. Я давно понял, что всему свое время. И иногда не все происходит так, как нам бы хотелось или как мы планируем. Многие хотят вернуть свои деньги, которые были потеряны в EagleBitrade. Некоторым нужны деньги прямо сейчас. Но деньги не могут появиться из ниоткуда. Хочу заверить вас в двух вещах. Во-первых, мы создали реальный план восстановления. Во-вторых, партнерам нужно проявить доверие, терпение и понимание. Я работаю, но в то же время я не волшебник. Я знаю, что многие пострадали от действий EagleBitrade. Поэтому, совместно с поддержкой всех мастеров, я предложил программу помощи всем вам. Кстати, я одним из первых начал кампанию по борьбе с финансовыми пирамидами. Вот некоторые политические инициативы, которые я реализую в Бразилии. Посмотрите на фотографии и поразмышляйте, как может быть частью пирамид тот, кто работает над тем, чтобы положить конец этому явлению в Бразилии. Я знаю, что многие из вас участвовали в пирамидах и были обмануты. Я не могу понять тех лидеров, которые ради роскошных автомобилей, получаемых в качестве призов, создают проекты, которые разрушают жизни многих людей. Но правда и в том, что есть много людей, которые совершают эти преступления, а потом говорят, что они не знали или не понимали, что делают. Подумайте об этом. Пункт второй. Все вы должны осознавать, что выступая в защиту проекта Identification, вы не только занимаетесь преумножением ваших активов, но и способствуете восстановлению справедливости. При этом вы помогаете компании изменить образ жизни более чем миллиона семей. Поэтому оставаться в стране и ничего не делать будет неправильно. С уважением, Клаудио Энрике Барак Обама, президент и основатель Identification. В качестве подтверждения того, что были предприняты судебные меры против компании Eagle Beat Trade, Клаудио Энрике опубликовал следующее заявление в суд. Оно датировано 18 декабря 2018 года, то есть можно сказать годичной давности. И ответчиком по данному заявлению как раз является компания Eagle Beat Trade, а заявителем компания, название которой вот здесь указано. И приложением к данному заявлению тут подается список различных документов. Клаудио Энрике опубликовал следующие фотографии, на которых он вместе с федеральным депутатом Бразилии Аурео Рибейро. На одном из бразильских порталов опубликована статья на португальском языке, в которой говорится об инициативе данного депутата по борьбе с финансовыми пирамидами. Вот текст статьи в переводе на русский. Федеральный депутат Аурео Рибейро, чтобы собрать подписи для открытия парламентской комиссии по расследованию, в пятницу выпустил видеофильм о том, какой ущерб приносят финансовые пирамиды с криптовалютами. Рибейро, автор двух проектов по регулированию криптовалют в Палате депутатов, сообщил, что на последних публичных слушаниях были обнародованы тревожные новости о том, что от деятельности финансовых пирамид пострадали уже 4 миллиона человек. Имеется ввиду Бразилия, я так понимаю. По словам депутата, это внушительное число, и сюда включаются люди, которые сделали свои инвестиции и сейчас не могут получить свои деньги, и у них нет никаких гарантий того, во что они вкладывают. По его словам, цель данной инициативы отделить пшеницу от плевел в секторе криптовалют. Депутату, повинув о необходимости проведения расследования в Конгрессе, призвал обсудить компании Atlas Quantum и Bitcoin Investment на тему подозрений финансовой пирамиды. Ходотайство о проведении общественных слушаний, в которых будут участвовать представители Центрального банка, комиссии по ценным бумагам и биржам и федеральные прокуратуры, уже было одобрено специальной комиссией Палаты, но дата еще не определена. Публичное слушание, в ходе которых выяснилось, что миллионы людей уже понесли убытки от финансовых пирамид в Бразилии, состоялись в прошлую среду. В премиях, проходивших под председательством конгрессмена Луиса Миранды, приняли участие, и здесь перечисляются разные официальные лица. Луис Миранда, который фигурировал в длинном докладе «Фантастика» за якобы совершенные перевороты в Бразилии и Соединенных Штатах, выразил обеспокоенность по поводу компаний, которые в конечном итоге рассматриваются как пирамида, и у них нет времени ждать, пока они докажут обратно. В качестве примера он привел свой случай и заявил, что в некоторых ситуациях компания сама является жертвой. «У меня есть бизнес в Соединенных Штатах, где группа компаний оказала непосредственное влияние на бизнес. По этой группе идет расследование, и собрано достаточно доказательств ее виновности». Однако на этом слушании не все сводилось к финансовым пирамидам. Консультант Центрального банка Мардильсон Кейрос прокомментировал, что криптовалюта не рассматривается в Бразилии в качестве платежного средства, и объяснил, почему эти активы, даже с учетом этого факта, включены в торговый баланс страны. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok